Здравствуйте! Сегодня мы будем заниматься посевом семян в кассету цветов. В предыдущем видеоролике я вам рассказывала, как нужно подготовить семена. Семена мы уже подготовили. Я их выложила на ткань, чтобы они слегка протряхли. Это семена травянистого гибискуса, семена гравилата и семена сальвии. Что нам для этого нужно? Вот у нас есть такая кассета, куда мы будем высыпать земельку. Вот земля. Потом нужна нам водичка, тепленькая, комнатной температуры, вода, которой мы будем поливать землю. Липкая ленточка. Мы пометим, какой сорт, чтобы не забыть, и число, когда мы начали сеять семена. Далее, чем мы будем подписывать, это пинцет, которым мы будем брать семена. Более крупные семена удобно брать пинцетом. Более мелкие семена можно палочкой, зубочисткой. Очень они хорошо прилипают к палочке. Начнем нашу работу с того, что мы будем заполнять кассету. Кассеты будем заполнять земелькой. В данном случае у меня земля, это универсальный торфяной субстрат. Сюда уже входят все полезные вещества, которые нужны для того, чтобы вырастить хорошую рассаду. Здесь есть и микро, и макроэлементы. Сюда входит кокосовое волокно, перлит, песок и вещества, которые помогают хорошему укоренению рассады. Значит, этот субстрат можно использовать и для выращивания семян овощей, и для цветов. Значит, сейчас я разрежу этот пакетик. Вот, земелька очень рыхлая, и буду заполнять кассеты. Вот, посмотрите, даже здесь видно белые вот такие вот ранулки. Это удобрения, которые сюда входят. Очень воздушная, очень рыхлая земелька. Вот, когда мы наполним кассеты, нужно будет слегка уплотнить землю. Так, вот я заполнила, значит, ячейки нашей мини-теплички специальной земелькой. Вот, и теперь я полью водичкой комнатной температуры. Значит, на донышке каждой ячейки есть дырочка, в которую будет стекать лишняя влага. А также есть поддон. Так, ну вот я пролила хорошо земельку. Вот, теперь я буду пинцетом, значит, брать семена. Это у нас в данном случае у нас семена травянистого гибискуса. Они довольно-таки крупные, вот горошинки такие. И буду ложить на серединочку, так выкладывать. Центр. Вот, каждую горошинку вложу в центр. Очень удобно пинцетом выкладывать. Если семена мелкие, значит, может даже удобнее такой палочкой, вот как зубочистка. Они очень легко приклеиваются, семена. Вот, например, у меня семена сальвии. Вот, посмотрите, как семена сами. Вот они так вот, палочки так и пристают. А пинцетом не совсем удобно. Вот, вот так вот мы выложили все наши семена. Вот. И теперь можно слегка палочкой чуть-чуть, буквально чуть-чуть заглубить. Так вот. Когда земелькой заполняете кассеты, если попадаются комочки, то их нужно растирать. Вот, потому что когда начнут прорастать семя, чтобы ему не было никаких препятствий. Значит, эти семена, семена, значит, травянистого гибискуса, стратифицировать не нужно. Вот, они очень быстро прорастают. Вот. По сравнению с семенами шиповника или с семенами яблони, груши и так далее. Вот, они не стратифицируются. Буквально за несколько дней они прорастают. Вот так. Значит, все семена. И так дальше я буду заполнять все кассеты, потому что семян у меня много. Вот. И теперь что нужно? Теперь я слегка, буквально чуть-чуть, я присыплю. Вот так вот сверху их чуть-чуть. Ну, когда буду поливать земля, все равно будет оседать. Немножко. Вот так вот. И сверху можно еще чуть-чуть пролить. Если у вас семян, допустим, мало, вот, а цветов несколько сортов, значит, можно высадить в одну, значит, тепличку. Вот, только нужно будет пометить, вот, начало, значит, подписать, какой сорт, и вот где закончился, чтобы не попутать семена. Значит, теперь я свою мини-тепличку накрываю, вот здесь есть еще крышечка, вот такая, вот я накрываю, и, соответственно, подписываю на липкой ленточке название сорта цветка и число, когда я начала, значит, это укоренение. Работа закончена, теперь тепличку нужно убрать в теплое и хорошо освещенное место, вот, и нужно будет следить, чтобы поддерживать влагу, чтобы земля не пересыхала. Ну, и так как еще световой день короткий, вот, значит, ну, можно досвечивать дополнительным освещением, значит, рассаду, вот, чтобы она не вытягивалась, а была крепенькая, вот, и хорошая. Ну, на сегодня все, спасибо за внимание и до следующей встречи.